Ройка везде идет, тут тоже мы работаем, сейчас заезжаем в наш город, это центр не город, а центр, сейчас паузу поставлю, сейчас менты увидят, еще штраф дадут в ней. Эту машину можно покупать, в данный момент за 500 тоже. Вот такой город, 150 тысяч населения, если с коммунами, это вокруг которых села есть, с ними посчитать, а чисто город 120 тысяч населения. Вот такой красивый, удобный, куда поехать, приехать на работу, там 10 минут, любой конец города, на работу 10 минут, поехал, приехал домой, не так, как другие города, там пробки стоишь, стоишь там часами, там максимум 5 минут, 2 минут, постоял, поехал, вот такие пробки у нас бывают. Ну да, когда именно часов 4, когда все уже с работы заканчивают, тогда очень много это бывает, машин бывает, там чуть-чуть пробки, ну ты не стоишь больше 5-6 минут в очередях. Сейчас заезжаем в наш город, это центр, не город, а центр. Заехали в центр, вот наш город, старые здания, там новые здания, вот это белые здания новые построенные, там кинотеатр, библиотека. Это будет в пределах 580 тысяч рублей. Я хотел за эту машину. Ну мне предлагали, 550 предлагали, там еще меньше предлагали, потом я убрал с сайта. Почему? Потому что я недоволен был этим ценам. Я подожду до лета, и летом попытаюсь продать его за 500 или 200 тысяч рублей. Посмотрим, как что пойдет. Ну, машина сейчас очень грязная, у меня машина, и руки очень мерзнут, у тебя, если чуть-чуть дрожжения будет, извините. Это машина сама, как я сказал, неударенная, не битая, не покрашенная, там ничего такого нету. Летний и зимний резина. И у меня это тут в Швеции, обычный тут в севере, бывает мотор вермин называется, это где моторно-нагревающий такой кабель, короче. Это у меня нету на этой машине, и дизель верми, это, я не знаю, как по-русски будет дизель верми, это тоже у меня нету. Как выглядит машина-багажник, как вы видите, ребят, очень большой багажник этого машины. И вот так выглядит, я сейчас вам покажу, смотри, это канистра у меня, скулер-вэпска, это для лобового степка, степко-чистителя, да, называется. Сейчас я внутри тоже вам покажу, как выглядит машина, ребят. Вот такой салон у меня, ребят, в общем-то и полукожу, полу-тюг, называется это, материал, да. И нигде не порвано, ничего такого нету у меня тут, ни один сиденье, ни один дверь, что-то, как-то царапина, или что-то такого вообще у меня нет. Сейчас двери тоже покажу вам. Как вы видите, вот так выглядит задняя дверь, этот как дерево, черный такой, как дерево выглядит, я не знаю точно это дерево или нет. Вот так выглядит, сейчас впереди тоже вам покажу, ребят. Ну вот так выглядит передняя дверь, ребят, все подъемники, сколько подъемники называется, я думаю, и дверь закрывающей там. Кнопки, полную машину закрывается. Сейчас я покажу, такой компьютер тоже у него, собственно, такой внутри есть. Вот так выглядит снутри, ребят, подогрев сидений там, аукс, блютуз, диск. Оно видео не показывается на экране, ты можешь подключить телефон, у меня видите, вон там в комнате написано, подключен телефон, чтобы на дороге кто-то позвонил, или ты можешь позвонить с машины, чтобы телефон не брать. И вот это климат регулирования, там для переднего окна, там все так, обычно, как в машине бывает. Вот так выглядит, ребят, извините, если видео будет маленький, тут очень холодно, у меня руки дрожат, я сейчас внутренний компьютер тоже вам покажу, пока капот не закрою, не могу, не могу, не могу, там показывать, что капот открытый. Как я сказал, никаких царапин, ничего нету, как вы думаете, ребята, 580 или 590 тысяч, я много прошу за эту машину или нет? Машина сама в очень хорошем состоянии. Как вы видите, вот так выглядит мотор тоже. Это у него сервис книга нету с собой, у него так электронная книга, ты должен специально в гараже ездить, чтобы они могли через электронную эту книгу зайти и печатать, поставить, что сервис сделан на машину. А бумажная такая книга для сервиса у меня нету на этой машине, когда я покупал и не было. Эти два маленькие антенны я принес России, там видел людей, которые катались с этими антеннами, понравился и себе поставил. Сзади вот так выглядит, ребят. Я хотел бы вот так, как AMG, вот тут два выхлопа, вот тут тоже два выхлопа трубы, чтобы 2-2 было. Вот когда я в Россию ехал, думал, там сделаю, но не получилось у меня. Тогда звук и как AMG был бы, вид чуть-чуть другой был бы. Там еще вот тут можно было бы поставить спойлер, вот на это. И можно было бы вот наверху окно тоже вот так спойлер поставить. Тогда более похож был бы на AMG. Продолжение следует...